В первенном вебинаре, посвященном вопросам связи двух систем традиционных знаний, традиционной медицины, аюридической медицины и китайской медицины. Сегодня наша тема – синдром застой энергии. И эта тема очень непростая, потому что за кажущейся простотой проблем скрываются очень нехорошие проблемы. Мы научимся сегодня с вами понимать, что это за синдром, как заранее его верифицировать, к чему это может привести и как нужно профилактировать эти проблемы, чтобы не допускать, чтобы такие заболевания, как онкология, могли развиться. Для тех, кто впервые с нами на вебинаре, в двух словах скажем, что это целая серия лекций. Она состоит из девяти лекций. Вот сегодня, если я не ошибаюсь, седьмая из цикла лекций, где мы сравниваем китайские синдромы с аюридической конституциологией. И если говорить о текущей лекции, то застой энергии с позиции аюридической конституциологии полностью соответствует одному из конституциональных типов, который называется капхавата. Поэтому, фактически, частная тема этой лекции это застой энергии или капхавата викрити в дисбалансе. Определимся с понятием конституции. Традиционно несколько общих слайдов, которые повторяются в каждой лекции, с тем, чтобы нам дальше оперировать этими понятиями на едином языке. Итак, под конституцией мы понимаем не только тело сложения человека, потому что это на уровне популярной традиционной медицины, будь то и китайская, будь то и эридическая медицина. Обычно понимается именно этот пласт явлений. Помимо структурно-анатомических особенностей, которые фактически формируют тело сложение, в первую очередь, наверное, нас будет интересовать из трех планов физиологический уровень. Потому что он определяет тот адаптационный потенциал, который есть у организма и фактически, если так можно выразиться, определяет морфологические изменения, которые затем на более материальном плане происходят. И в конституцию, безусловно, входят психологические особенности организма, которые являются таким вот шапкой, надвеском над всем этим и фактически вмешиваются на уровень морфологии. Этот пласт явления может только через изменение физиологических процессов. Таким образом, триединный подход к конституции, включающий морфологию, физиологию и психологию, формирует то, что мы называем конституциональные особенности. Причем они формируются, как это известно, под действием двух самодавляющих факторов. Это генетических факторов, которых традиционно медицине принято называть врожденной конституцией под разной аббревиатурой. И, безусловно, средовых факторов. И на сегодняшний момент современная наука говорит о том, что две этих группы факторов фактически по своей роли в изменении конституции, они равны по силе действия. Что это значит? Это значит, что не только генетика может определять, но и средовые факторы в выраженной степени могут влиять на фенотипические проявления конституции, то есть на внешние приставки. Зачем нам необходимо знать конституцию? Дело в том, что вся восточная философия, в первую очередь в ее медицинском аспекте, она персонифицирует те рекомендации, которые необходимо сделать человеку. Поэтому, зная конституциональную особенность человека, мы фактически можем дать что-то индивидуальное для этого человека. Но этого недостаточно. Если бы только все оставалось на этом уровне, то, наверное, история не сохранила бы это в традиции. Поэтому важны еще два аспекта. Первый аспект это то, что каждая конституция имеет свою уязвимость. И вот в своих лекциях, в каждой теме мы об этих ключевых уязвимостях говорили. Сегодня тоже мы об этом будем говорить. И вопрос возникает в том, что если человек предрасположен к этой уязвимости, то в силу сочетания генетических средовых факторов, эта уязвимость может проявиться. Если вы как специалист понимаете это, у вас есть в руках замечательное оружие, которое позволяет предотвратить в виде профилактических рекомендаций. А если говорить и о аюрведе, и о китайской медицине, то, конечно, в первую очередь, это медицина профилактического плана. Поэтому еще один важный момент это то, что коррекция этих конституциональных особенностей позволяет как раз и уйти от той уязвимости, которая, как домоклов меч, может висеть над этим человеком. Традиционно в популярной аюрведе конституциональный тип сводится только к трём, где выявляют определенные системы регуляции, которые на санскрите мы называем доши вата пита капха. И эти системы регуляции фактически в трех их вариантах определяет конституцию. Но я повторяю, это популярные аюрведы. Эксперт, который занимается практикой, он понимает, что просто разделить людей на три типа недостаточно. На самом деле все значительно сложнее. И, например, если мы берем вата капха типа или вата пита тип, это типы, которые кардинальным образом отличаются не только между собой, но и от чистого моно-вата типа. Поэтому в экспертном варианте, когда мы говорим о конституциональном подходе, речь должна идти как минимум о девяти, но в идеале о десятом тридоше состоянии, которое встречается практически в казуистическом варианте, не более одного процента от населения. И каждый тип конституциональный имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Минусы это, по большому счету, тоже плюсы. Не надо рассматривать их как некое что-то плохое. Дело в том, что то телосложение, та конституция, которая дается человеку, это те уникальные особенности, которые позволяют раскрыть свои таланты. Поэтому на все страдания, которые происходят с человеком, если смотреть через эту линзу, все становится, может быть, по-философски понятно. Поэтому любой минус мы можем превратить с вами в плюс. И ключевым моментом в этом цикле лекции является, конечно, таблица соответствия, которая фактически показывает, как кентайская синдромология связана с юридической конституцией. И если подходить к человеку с позиции сразу двух систем оздоровления, это позволяет более комплексно оценить проблему и решить ее. Вот сегодня мы с вами говорим о застое энергии ЦИ, которая фактически подпадает под капхальный тип варианта конституции, является смешанным вариантом капхавата типа. И этот вариант конституции, он на уровне патофизиологических механизмов связан с еще двумя типами, которые желательно, если вы еще не послушали эти лекции, безусловно, изучить. Это первая лекция нашего цикла «Пустота энергии ЦИ» – это вата тип с низким поджинцем, который был прочитан, потому что мы очень подробно останавливались на том, что из себя представляет проническая энергия, которую китайцы называют ЦИ, и почему при этом конституциональном типе происходит ее дефицит. И предыдущая наша лекция, которая была посвящена застою крови, потому что мы говорили, что энергия ЦИ – это главнокомандующий, который лежит в основе формирования склонности к застою крови. Поэтому данные конституциональные типы могут быть в определенной степени взаимосвязаны, и если их внимательно изучит, это даст более полное представление о том, а что же из себя представляет чистый застой энергии ЦИ. Давайте дадим ему определение. Итак, застой энергии – это комплекс конституциональных особенностей. Что такое конституция, мы чуть выше с вами попытались разобрать. Это включает три пласта явлений. Итак, это комплекс конституциональных особенностей, которые развиваются вследствие, и вот здесь ключевое понятие, которое мы впервые с вами вводим, это энергетический механизм. Китайцы его называют ЦИ-ЦИ. В ведической традиции это связано с надеканалами и течением пронической энергии. Там нет такого конкретного определения, в целом говорят просто о проническом теле и его движении энергетических каналов. В данном случае я употребил более конкретный термин с позиции китайской медицины. Это энергетический механизм. Так вот, застой энергии – это комплекс конституциональных особенностей, который развивается вследствие нарушения работы некого универсального базового энергетического механизма ЦИ-ЦИ. И как следствие, на внешнем плане это проявляется определенными изменениями. В первую очередь, эти изменения касаются одной из систем, про которые мы еще ни разу не говорили на этом цикле лекции. Это лимфатическая система. Сегодня мы немножечко уделим ей внимание. Так вот, первично изменения, которые связаны с этим конституциональным типом, они морфологически фокусируются именно в лимфатической системе. В системе лимфатических сосудов, лимфатических узлов и органов, в первую очередь, иммунокомпетентных, которые с этим связаны. Но мы понимаем, что лимфатические сосуды, лимфатические узлы могут располагаться в любой ткани, в любой системе. И на уровне эмоциональной компоненты конституции, этот застой энергии проявляется определенными эмоциональными расстройствами, о которых мы тоже поговорим и четко их визуализируем, потому что именно их мы можем увидеть, наверное, первыми. Потому что взглянуть на лимфатический капилляр на сегодняшний момент никакими инструментальными возможностями не представляется. Это можно только на морфологических средствах. Функциональных методов диагностики, подобно кровеносной системе, лимфатической системе, не существует, за исключением только инвазивных методов. И в конечном итоге это приводит к полному комплексу нарушений, который мы называем застой энергии. Который фактически с физиологической точки зрения связан с нарушением в тканях процессов образования и распределения энергии. Эти процессы физиологи и патофизиологи называют окислительно-восстановительный цикл, результатом которого идет не только образование энергии, но и возможность ее интеграции в различные процессы. Это механическая работа, это осмос, это химические процессы и так далее. Так вот, результатом нарушения этих окислительно-восстановительных процессов является накопление тканей за счет застоя энергии метаболических шлаков. И фактически это является отправной точкой к развитию уже клинически верифицируемого состояния. Давайте посмотрим на типовой пример, клинический пример застоя энергии. Наверняка у вас были такие пациенты, которые приходили к вам, например, молодая девушка, и первое, что вам бросалось в глаза, это грустный взгляд. Вот, как бы вы с ней не говорили, о чем бы вы с ней не беседовали, вы в глазах видели грусть. И в целом грустное настроение, причем, когда вы задавали конкретный вопрос, вы часто грустите, звучала ключевая фраза, знаете, доктор, я грущу всегда. И в течение общения с, в частности, с этой девушкой, вы обращали внимание на то, что периодически, отвечая вам на вопросы, она делала глубокие вздохи. Причем, это они не единичные, а с достаточно периодичностью. За часовую консультацию, это может быть, ну там, каждые 3-5 минут, вы прям вот видели, как она полностью отключается. Такое ощущение, что, как бы, психика отключается из контакта вам, и вопрос приоритета берет физиология, и происходит такой глубокий вздох. Западные врачи, наверное, не обратили бы на это внимание, но и китайские, и юридические врачи, они знают, что вот это есть очень важный, болезненный симптом, характерный для определенного состояния. Когда вы замечаете, казалось бы, такой, ну, неважный симптом, то с позиции ТКМ и юрведы речь идет о том, что организм пытается таким образом компенсаторно за счет глубокого вздоха, и чуть позже я объясню механизм, почему это происходит, активизировать движение энергии и ликвидировать застой. Вот ни больше, ни меньше. И когда вы зададите вопрос, сканируя анамнез жизни, семейный анамнез, а были ли у вас в роду, в женской линии, онкологические заболевания, женщина с удивлением, грустными глазами на вас посмотрит и скажет, вы знаете, доктор, а ведь действительно у меня и бабушка, и мама в достаточно раннем возрасте умерли от онкологии, и даже у моей сестры, она чуть-чуть буквально старше меня, уже вот в этом году обнаружили миомы на УЗИ. Вердикт здесь будет однозначный. Конечно, вы еще посмотрите определенные критерии, которые мы с вами увидим на ведопульсе, мы сейчас более подробно поговорим о симптомокомплексе, но в целом этот клинический пример очень очевидный, он показывает, что мы имеем дело с ранней стадией синдрома застоя энергии. И дальше в ваших руках фактически судьба этого человека, потому что вы можете его жизнь продлить, если расскажете о том, что нужно делать для того, чтобы профилактировать грозное сложность. Итак, кондициональный застой энергии фактически на этой диаграмме представлены взаимоотношения в некоторых базовых компонентах. Мы традиционные рассматриваем с позиции китайской медицины. Синий столбец это у нас инь, оранжевый это янская энергия, серый столбец это уровень праны или энергийцы, и желтый столбец это циркуляция крови. Так вот, синдром застоя энергии, он имеет двухфазный характер. Первая диаграммка, она показывает как бы норму, а вторая застой энергии в первую фазу. Вот в первую фазу происходит ситуация, когда иньские тенденции, капхальные тенденции начинают преобладать, янские тенденции пита-доши начинают относительно субдоминировать, резко падает уровень энергии, но на первом этапе не за счет ее дефицита, а за счет того, что происходят болезни блокировки, и результатом этого постепенно начинает страдать циркуляция, мы видим снижение желтого столбца. Во второй фазе я скажу чуть позже, а сейчас мы говорим о том, что вот это и есть характерное образное представление того, чем проявляется нарушение энергетического механизма. Если говорить об энергетическом механизме, то это некая система, которая объясняет, каким образом в нашем организме циркулирует энергия цирк или прана. И по нашему организму эта энергия должна, здесь ключевое слово, циркулировать беспрепятственно. Но именно беспрепятственная циркуляция способна поддерживать процессы жизнедеятельности. Эта энергия, она совершает определенный круговорот в системе энергетических каналов и их ответвлений, достигая каждой клеточки нашего организма. И вот вся вот эта совокупность движущейся праны и энергии ци, она и носит название энергетический механизм. Но если вдруг эта энергия встречает на своем пути, определенное препятствие, то это является предпосылкой к тому, чтобы на уровне морфологическом фактически возник зачаток болезни. В первую очередь болезни, которые классифицируются как группа болезней застоя. Мы с вами сейчас научимся диагностировать ранние стадии вот этого энергии болезней застоя, потому что если это пропустить, то в следующей стадии этот застой превратится в уплотнение. Это уплотнение может быть как доброкачественного, так и злокачественного характера. И еще несколько слов перед тем, как мы перейдем к следующему слайду. В основе эффективной работы энергетического механизма лежит правильная работа печени. Вот пока этот тезис мы себе зафиксируем, затем я попытаюсь его объяснить, почему это так. Итак, что из себя представляет человек с Кабхавата Конституцией? Давайте дадим ему расшифровку. Что вы увидите на приеме у этого человека? Основные признаки будут заключаться в том, что у него будет очень чувствительная психика. То есть он будет очень обидчив к любым инсинуациям, которые вы конкретно направляете в виде вопроса в его сторону. В целом будет характерна некая такая подавленность настроения и ощущение отрешения от этого мира. Это то, что врачи называют меланхолия. Можно всю эту совокупность признаков обозначить одним словом. Меланхолия. Что касается сопутствующих признаков, то такие люди могут жаловаться на некую тяжесть в груди. Женщины, как правило, ее связывают с молочными железами. Мужчины просто вот такое ощущение, что в груди в легких какой-то тяжесть. Фактически это субъективное восприятие достаточно сложной череды событий, которые связаны с лимфостазом. Лимфостаз это нарушение нормальной циркуляции лимфы, которая может и проявляться как распиранием в молочных железах, так и в грудной полости, в самодуре мужчины. И ряд неспецифических симптомов, которые тоже характерны для этой конституции. Это склонность к проблемам с кишечником, это определенные проблемы со сном и так далее. Что касается дополнительных признаков, то такие люди очень легко впадают в меланхолию, как только встречают некоторую трудность. То есть у них сразу возникает ситуация безысходности, особенно это такой дополнительный критерий, если речь идет о сезоне дождей, когда такая пасмурная дождливая погода, у них падает настроение, они себя не могут замотивировать. И в этот момент, конечно, они максимально уязвимы. Что касается диагностики по языку, то вы не найдете каких-то конкретных, патогномоничных, высоко вероятностных признаков. Здесь будет язык без особенностей. Ну и китайцы говорят о том, что диагностика по пульсу дает так называемый струнный пульс. Я чуть позже покажу на кардиоинтервалах грамме, что означает пульс сянь или струнный пульс, и как мы глазками, если вы пальцами не умеете это делать, увидим. Как вы понимаете, в основе любого конституции, если мы говорим о дождях, лежит комбинаторика дуализма между первоэлементами. И вспоминая теорию Панча-Махабхуд, Капха-Доша, она в первую очередь определяется взаимодействием двух первоэлементов воды и земли, вата-доша, эфира и воздуха. Но вот Капха-Вата-Конституция, это достаточно сложная смесь, в котором доминируют два первоэлемента. Это первый элемент земли, в первую очередь с позиции Капха-Доша, и первый элемент эфира. Что касается воды, то если нет дисбаланса, то состояние этого элемента, как правило, находится в неком нормальном варианте. А вот первый элемент воздух, который, казалось бы, должен быть у человека с вата-радикалом Конституции, достаточен, у этого типа Конституции будет в минимальном проявлении. Забегая немножко вперед, мы с вами сказали, что именно воздух ответственен за движение, поэтому часть той терапии, которую мы с вами будем формировать, как раз будет направлена на то, чтобы в некоторой степени усиливать движение воздуха с использованием специфических лекарств на простинии. В программе Веда Пульс вы сможете увидеть во вкладке Панча Махабхуд, если вы используете модуль Недана, это сочетание в той или иной тенденции. Я вам сейчас показываю такой классический, как я говорю своим студентам, школьный вариант, но жизнь значительно сложнее, поэтому могут быть некоторые вариации. Вот классический, школьный вариант следующий. Мы будем наблюдать некоторые тенденции к увеличению Придхи Пхута, то есть Земли. Мы будем видеть тенденцию к увеличению Акаша Пхута, то есть Эфира. Остальные субдоши будут, остальные, вернее, первые элементы будут субдоминировать, но если говорить о воздухе, то, как правило, в большинстве случаев он будет в низком состоянии, в низком проявлении. Большинство тех проблем, с которыми мы сейчас, о которых мы сейчас будем говорить, они так или иначе фактически будут связаны с двумя первоэлементами. Это первый элемент Земли, Придхи и первый элемент Эфира. Поэтому давайте немножечко об этом поговорим. Вы видите написание на санскрите этого первого элемента и считается так, что усиление первого элемента Земли неизбежно формирует сильный, подчеркивается, сильный дисбаланс скапха-доши. Причем первый элемент Земли несет в своем качестве гурваги-гуна, принцип, определенные гуны или качество материальной природы, определенные свойства, а именно свойства тяжести и свойства статичности. Поэтому доминирование у человека скапха вата-конституции Придхи и Пхута фактически формирует склонность к свойствам тяжести и свойствам статичности. Пометим это себе. И если говорить о клинической проекции, то избыток Земли фактически проявляется в несильной холодности, в чистом виде мы сейчас говорим, не в связи с Эфиром, и в склонности к стазу, не только к крови, но в первую очередь к лимфостазу. Нарушаются определенные реологические свойства, поэтому недостаточность текучести указывается как свойства и целый комплекс событий, в том числе на уровне психики. Вся эта эмоциональная меланхолия это проявление свойств статичности и тяжести не только на уровне физиологии, но и на уровне психологических качеств личности. В конечном итоге это приводит к тому, что идет склероз соединительной ткани, то есть нормальная функционирующая ткань, которая является опорой органов и формирует важные свойства защиты, начинает склерозироваться за счет, в том числе, и процессов кальцификации, избыток пхута ритфи, связанных с отложением минералов, буквально в смысле этого слова, в морфологических тканях. В то же время противоположный момент рассмотрим, когда возникает нехватка этого первого элемента, то в клиническом проявлении это связано с процессами остеопении, как называют это врачи, то есть вымывание минеральных компонентов из костного матрица с последующими проблемами, связанными с остеопорозом, и это как раз больше свойственно при высоком уровне вата доши, где как раз этого элемента мало. Второй, первый элемент, который будет определять клинику тех проблем в этом кондициональном типе является эфир. И классически главное свойство акаша является холод, то есть пространство, чем больше пространства, тем больше холода. Поэтому в целом капха вата тип это холодный тип во всех смыслах этого слова и на уровне морфологии, и на уровне психики. Но я еще раз повторюсь, что развитие синдрома застой энергии, который свойственно этому типу, имеет двухфазность. И во вторую фазу могут появляться горячие черты, как некое реактивное состояние на застой. Я об этом уже скажу. Что касается холода, возникает это в средстве того, что в нашем организме главным источником тепла является кровь, которая фактически согревает ткани. Как? Она забирает тепло у тех тканей, которые горячие. Самая горячая ткань в нашем организме это, внимание, печень, и затем разносит путями циркуляции и согревает наш организм. Вот считается, что чем больше пространства в организме, а сейчас мы найдем морфологический эквивалент, тем сложнее это тепло передать соседним тканям, потому что известный вариант термоса пространство очень слабо переносит тепло. Что же это за пространство? Если вы возьмете популярную аюрведу, то в первую очередь акашу сравнивают там с полостями организма. У нас есть несколько полостей, например, полость кишечника, и действительно наличие этой полости определяет существование как этого первого элемента, так и определенной патологии, которая с этим может быть связана. но более правильно смотреть на пространство на клеточном уровне, а не на уровне морфологического органа. И если мы пытаемся аппроксимировать на физиологическое и анатомическое строение человека этот принцип, то речь наверное должна идти о межклеточном пространстве, которое на самом деле не пустое. Что значит не пустое? Это значит, что оно заполнено межклеточным матриксом. Но если мы на молекулярно-биологическом уровне посмотрим этот межклеточный матрикс, представьте, что у нас есть телескоп, который обращен внутрь ткани, то мы увидим, что клеточки они не буквально плавают в бульоне из интерстициальной жидкости. Оказывается вся жидкость интерстициальная она мембранно структурирована и между двумя соседними участками мембраны действительно могут формироваться определенные участки пространства. Кроме того, если мы обратимся к санскритскому корню Акаша, то его перевод будет означать слово «излучать». Поэтому очень часто в ведической литературе Акашу сравнивают со звуком, то есть с определенным способом колебания материи, который связан с звуковой волной. Но дело в том, что тогда, может быть, не знали о электромагнитных излучениях или понимали под этим именно термин звука. Так вот, современное представление Акаши может быть связано с тем, что вокруг клетки есть целое пространство и это пространство заполнило определенным не только материальным матриксом в виде эндогенной воды с определенными химическими веществами, но и в том числе спектром электромагнитных излучений, посредством которых клетки могут между собой фактически выстраивать определенные взаимоотношения, а не только через химические посредники, такие как гормоны и медиаторы. Но пока это спекулятивное рассуждение, потому что современная наука до этого уровня понимания существования живой материи еще не дошла, это больше является предметом рассуждений. Еще один момент, о котором нам стоит остановиться, это субдоша вайадошу, и я рекомендую вам посмотреть цикл лекций по субдошам, которые я прочел, где мы очень подробно останавливаемся сейчас буквально в одном слайде, потому что дефицит вайю ватов практически приводит к тому, что того импульса, которым энергия в энергетическом механизме должна обладать, не существует. Посмотрите, нехватка ветра в классическом его варианте, она всегда приводит к тому, что возникает как снижение уровня энергии циепраны, так к последующему застою, которое свойственно высокому уровню капха-доши. И если мы видим дефицит вьяноваты, то это не только нарушение процессов циркуляции, в предыдущих лекциях мы об этом говорили, но также вьяновата распространяется и через другую сосудистую сеть, только эта сосудистая сеть называется лимфатическая система. Как распространяется, мы подробно разберем. Вот, если мы говорим о физиологическом эквиваленте вьяновата, то она управляет не только крово, но и лимфообращений, как через очень сложный механизм взаимодействия с гладкими миоцитами лимфатических сосудов. Соответственно, нарушение вьяноваты фактически может запускать этот механизм. Итак, перед вами китайский иероглиф застоя ци. Первый иероглиф это застой, второй иероглиф это ци, который имеет прямой эквивалент прана. Послушайте, первую лекцию мы об этом говорили. И, если мы посмотрим на иероглиф ци, он имеет две графены. первая графема сейчас включу указочку и вам покажу. Она вот примерно вот эта часть без внутреннего содержания сейчас я ее обвожу первая графема это древнее изображение пара причем тут пары ци но дело в том что таким образом врачи древности передали информацию о некой тонкой энергии которая подобна пару невидимо ее нельзя непосредственно потрогать непосредственно увидеть но в то же время мы можем видеть то как проявляются ее действия вторая графема которая здесь расположена это графема которая отображает изображение набухшего и прорастающего зерна то есть энергия ци или праны она как бы скрыта внутри зерна она дает ему потенцию дает ему жизненные силы позволяя зерну то есть нашему организму развиваться в нормальное качество в нормальное состояние ну и иероглиф блокировки достаточно сложный иероглиф многокомпонентный который имеет мистический сакральный смысл связанный с тем что идет нарушение энергетического механизма ци ци какие причины с позиции традиционной китайской медицины и аюрведы могут приводить к застою энергии китайская медицина всегда какой бы мы синдром не разбирали на первое место ставит слабый организм родителей то есть если родители были склонны к застою энергии это значит что у ребенка есть большая вероятность повторить конституцию родителей и фактически быть ее носителем и быть склонным к этому что касается аюрведа то за счет того что она опирается на ведическую философию она более философски на это смотрит и говорит о том что на это нужно смотреть немного шире не только организм родителей а больше наверное это кармические особенности той индивидуальности которая воплощается в этой личности фактически в личности скабхавата пракрити особенно и которая дает развитие этой конституции дальше и аюрведа и традиционно китайская медицина однозначно говорят о том что сильные эмоциональные потрясения очень сильные определенные критические периоды развития критическим периодом развития можно в принципе принимать каждый семилетний цикл особенно в юношеский период когда ядро личности недостаточно созрело и могут возникать определенные у незрелой личности проблемы в первую очередь в социальном плане могут формировать вот эти сильные следы которые шлейфом потом идут через всю жизнь и формировать склонность к застою энергии дальше хронический стресс отдельно рассматривается как проблема которая неизбежно может приводить к застою энергии воздействие патогенного холода здесь это климатический фактор здесь все достаточно понятно и очень важный момент это гиподинамия мы потом с вами объясним почему гиподинамия как она может быть связана с лимфостазом с лимфатическими сосудами но сейчас подведем это непосредственно к застою энергии гиподинамия это главный враг современной цивилизации которая может склонять даже другие конституциональные типы к застою энергии что касается болезней при конституциональном застое энергии то их в целом называют так называемыми болезнями блокировки и указывается на то что первичным корнем развития этой проблемы является нарушение энергетического механизма на уровне печени потому что именно печень поддерживает циркуляцию праны и чем глубже заходит расстройство энергетического механизма тем сложнее и запутаннее становится синдром застой энергии среди первых предвестников свойственных данному конституциональному типу являющихся его уязвимостью является так называемый ПМС синдром который протекает в наиболее болезненной форме именно у этого типа конституции это определенные нарушения моторики которые свойственны нарушениям вьяноваты в первую очередь гепатобилиарной системе связанной с дискинезией желчеводящих путей это некое постоянное состояние внутренней тревоги которая свойственна меланхолии на уровне психики ну и как финал это нехорошее заболевание которое мы обозначим как проблемы с опухолевой трансформацией несколько слов о лимфатической системе обратите внимание что лимфатическая система присутствует практически везде раньше гистологи делали исключение только для головного мозга но последние работы последних несколько лет показывают что классические проблемы с мигрениями то есть с заболеваниями головными болями по застойному характеру в большей степени связаны не с гипертензивными реакциями и нарушением венозного оттока а с проблемами лимфостаза которые ассоциируются с определенными пространствами где может располагаться ликвар и лимфатические коллатерали и ликварные коллатерали между собой фактически соединяются на уровне этих пространств и могут формировать гипертензивные реакции не связанные с сосудистым тонусом сосудистый тонус в данном случае может быть вторичным и компенсаторным к этим проблемам стаза лимфы начнем с ног лимфатические периферические сосуды впервые собираются в крупные лимфатические узлы на уровне паховой складки вот этому месту нужно уделить особое внимание запомнить его визуально потому что первая точка активации энергии ци которую мы сегодня с вами разберем дойдя до раздела реабилитации связанную с модулем рефлексотерапии это будет как раз точка расположенная в проекции паховой складки и не случайно это не случайно затем цепочка собирается в брюшные лимфатические узлы формируется лимфатическая цистерна которая формирует фактически грудные протоки что касается рук то лимфатические колотерали начинаются с дистальных участков руки и формирует большое скопление лимфатических узлов подмышечной падине которая в том числе является общим колотералями с органами грудной полости и молочных желез у женщин затем возникает лимфатический общий лимфатический проток и единый лимфатический проток вливается в венозное сосудистое русло фактически возвращая ту жидкость которую несет если говорить о функции лимфатических сосудов то основное их назначение первое что нужно поставить на первое место это дренаж интерстиция интерстиции это межклеточный матрикс в межклеточном матриксе магистрально идут большие шоссейные дороги в виде кровеносных сосудов но периферические места кровеносными сосудами могут не быть связаны и вот здесь вступает в роль как раз лимфатический сосуд который следит за состоянием гомеостаза то есть постоянства внутренней среды определенного участка тела с которым этот лимфатический сосуд связан каким образом дело в том что в кровь которая приносит питательные вещества на уровне микроциркуляторного русла может забирать определенные вещества обратно но большая часть метаболических шлаков оно накапливаясь в интерстиции уходит в дренажную систему в лимфатические сосуды поэтому дренаж интерстиция можно фактически сводить к двум плоскостям с одной стороны это классический физиологический механизм а с другой стороны это можно связывать с определенным тонкоэнергетическим механизмом циркуляции привязанным как раз к нашему энергетическому механизму ци-дзи вторая большая функция лимфатических систем и сосудов связана с тем что они возвращают в кровь очень важный структурный кирпичик для морфологии организма белок но они возвращают его не просто в буквальном смысле забирая из интерстиции а после очень жесткого паспортного контроля который мы называем иммунологический контроль дело в том что лимфатические капилляры они подходят к определенным форпостам которые мы назвали лимфатические узлы и белок может будучи деформированным нести определенные следы антигенных свойств то есть свойств которые могут запустить нехорошие процессы например поврежденный белок поэтому он возвращается в кровь либо разрушается только после достаточно жесткого контроля связано это еще с тем что после того как произошла фильтрация жидкости это третье свойство фильтрация идет не только на предмет наличия в интерстиции каких-то инфекционных агентов вирусов и бактерий но и в первую очередь и это важно трансформированных клеток дело в том что в результате метаболических сбросов токсичных веществ в результате процесса метаболизма в организме могут возникать повреждения нормальных клеток и продуктами азотистого обмена и так далее это может запускать определенную опухолевую трансформацию такое повреждение клеток оно идет постоянно начиная с рождения заканчивая смертью но в организме существует мощный иммунологический надзор который контролирует чтобы эти трансформированные клетки не начали развиваться и осуществляется это как раз тем что попадая в лимфатические сосуды они проходят лимфатические узлы где подвергаются паспортному контролю и фактически уничтожаются в противном случае это несет за собой развитие определенных процессов лимфатический капилляр выглядит следующим образом вы видите нормальную клеточку интерстиция которая получает питание и так называемые якоря это такие нити или их называют филаменты которые держат внутреннюю клетку лимфатического сосуда ее называют эндотелиальная клетка так вот работает лимфатический капилляр до банальности просто между двумя эндотелиальными клетками есть пространство если в интерстициальной жидкости накапливается избыток жидкости которая повышает гидростатическое давление это натягивает филаменты раскрывает дверцу между двумя клетками и эта жидкость сбрасывается в лимфатический капилляр это классический вариант дренажной функции затем под действием гидростатического давления и некоторых других факторов в которых мы сейчас скажем происходит движение лимфы в сторону сердца при этом лимфатические сосуды обладают наподобие что-то наподобие клапанного аппарата который препятствует обратному току лимфы при вертикальном положении тела например от конечностей структура лимфатического капилляра в конечном итоге он вливается в собирательный сосуд который обладает более мощным клапанным аппаратом клапанный аппарат это внутренняя выстрелка сосуда которая фактически препятствует обратному току лимфы и обеспечивает только последовательный пассаж лимфы в некоторых случаях вот этот клапанный аппарат повреждается инфекционным процессом к примеру была инфекция в интерстиции она за счет дренажа жидкости попала в лимфатический сосуд должна попасть снова в кровь но дошла до лимфатического узла и там была уничтожена но по пути пока она шла она могла развить микровоспалительные проблемы с клапанным аппаратом это является тоже определенной склонностью к развитию лимфостаза зачем я вам все это говорю а все это я говорю как раз для того чтобы показать связь лимфатической системы с застоем энергии в чем эта связь проявляется дело в том что если мы будем объяснять лимфатический ток только изменением интерстициального давления за счет того что жидкость из крови попадает в интерстиции чтобы клеточки кормить и затем повышение этого давления дренируется в лимфатическую систему то объяснить банальное движение лимфотока в вертикальном положении тела против сил гравитации будет невозможно поэтому помимо пассивных механизмов оттока лимфы существуют и активные механизмы к пассивным механизмам относятся несколько механизмов на одном из них я остановлюсь очень подробно первый механизм это пульсация артерии дело в том что динамический импульс вьяноват как импульс в виде динамических колебательных контуров разносится а лимфатический сосуд он особенно крупный собирательный он всегда расположен рядом с крупной артерией вот эта пульсация артерии сдавливая лимфатический сосуд может таким образом способствовать оттоку лимфы особенно это характерно для лимфатических сосудов залегающих в глубоких слоях помимо этого сокращения скелетных мышц вспоминайте здесь гиподинамию сокращение скелетных мышц при нормальном дозированном режиме физической активности в течение дня естественным образом формирует лимфоотток особенно от конечностей тела но пожалуй одним из самых главных механизмов относящихся к пассивному оттоку лимфы является как бы это не показалось странным движение диафрагмы вспомните один из клинических симптомов которые я приводил в самом начале глубокие вздохи и китайцы и аэрюдические специалисты связывали это с активацией энергетического механизма дело в том что движение диафрагмы формирует отрицательное давление в брюшной полости и таким образом когда вы поршень шприца вытаскиваете вы формируете отрицательное давление которое оказывает присасывающее действие на жидкость которую вы шприц набираете также и наша брюшная полость за счет движения диафрагмы а диафрагма при сокращении она фактически выпячивается определенным образом формируется ситуация при котором крупные лимфатические сосуды расположенные в грудной полости начинают формировать как бы присасывающее действие и врачи древности мистическим образом зная об этом механизме сформировали две уникальные системы восстановления таких людей с такой конституции речь идет о системе внимание дыхательных практик и цигун и пранаяма являются мощными энергетиками для организма они являются мощными стимулами усиливающими корригирующими гармонизирующими работы всего энергетического механизма но на морфологическом уровне это движение диафрагмы которое осуществляется в результате дыхательных движений связано с лимфотоком мне хотелось бы посадить вот это зерно ваше сознание чтобы вы связывали эти механизмы и более осознанно использовали дыхательные практики потому что в конце лекции я расскажу о небольшом сюрпризе который мы для вас приготовили и вы можете даже поэкспериментировать на эту тему зная эту парадигму но на самом деле этот слайд я вам показываю не для объяснения пассивных механизмов а все-таки для того чтобы подвести как нарушение энергетического механизма приводит к лимфостазу и запуску нехороших болезней так вот дело в том что пассивные механизмы какими бы они замечательными не были они все равно не могут объяснить ток лимфы который идет против градиента сил гравитации дело в том что в стенке лимфатического сосуда существует лимфатический насос слышали когда нибудь об этом этот лимфатический насос представляет из себя гладкомышечные клетки которые располагаются в стенке лимфатического сосуда такая структура получила название лимфангион дело в том что эти гладкомышечные клетки способны определенным образом сокращаться и действуя как насос они как бы выжимают лимфатическим собирательным коллатераль перемещая лимфу в сторону сердца а клапаны препятствуют перемещению в обратном направлении и посмотрите в крупных лимфатических сосудах грудных этот лимфангион работает с такой силой что может развивать давление до 100 миллиметров ртутного столба такое давление в нашем организме может развивать только один орган это сердце систолическое давление в среднем 110-120 миллиметров ртутного столба представляете какой силой обладает лимфангион фактически его называют сердцем лимфатической системы но у лимфатической системы много сердец лимфангион всыпанные по всей системе лимфатических сосудов гладкомышечные элементы которые работают как единый энергетический механизм если возникает нарушение блоки движения энергии ци лепрамы это может приводить к нарушению процесса возбуждения которые происходят в гладком миоците сейчас совсем страшный слайд вам покажу это такая чистая биофизика которую мы разбираем со студентами но попытаюсь вам его объяснить чтобы вы поняли зачем я его привел итак мы с вами сказали что нарушение энергетического механизма фактически первично задействует гладкий миоцит лимфангиона если это так то давайте посмотрим на мембранный потенциал гладкого миоцита его заряд в отличие от других клеток это является уникальной особенностью гладкого миоцита он не находится на неком непрерывном уровне он постоянно колеблется в виде медленных волн и когда возникает необходимость возбуждения например в результате растяжения стенки лимфатического сосуда возник спайк этот спайк запускает электромагнитный импульс который фактически вовлекает соседние гладкие миоциты в сокращение и сокращаясь они выжимают лимфу но в некоторых случаях при болезнях блокировки и нарушениях энергетического обмена гладкий миоцит становится невозбудим возникает состояние которое называется атония вот в результате этого процесса первичным симптомом возникает лимфостаз как первое морфологическое проявление застоя энергии я оставлю вот этот слайд на перерыв и давайте сделаем 5 минут на перерыв так мы продолжаем с вами дальше и как я уже сказал в основе после того как формируется лимфатический застой как следствие нарушения работы лимфангиона возникает постепенное накопление метаболических шлаков в интерстиции который может запускать те процессы которые свойственны болезни блокировки или болезням застоя и в основе инициирующего механизма который может запускать проблемы нарушения энергетического механизма лежит печень давайте немножечко сейчас об этом поговорим в китайской традиции считается что печень заведует двумя базами функциями первая функция называется джу шу шсе которая обозначается как беспрепятственное движение вообще что это значит это значит что все процессы которые связаны с движением с развертыванием с распространением с циркуляциями контролируется так или иначе печенью и печень поддерживает эту свободную циркуляцию и движению ци во всем организме то есть она поддерживает беспрепятственное функционирование энергетического механизма и детализируя понятие энергетического механизма мы говорим о том что в нем есть совокупность четырех видов движения первое движение обозначается понятием поднимания или шен второе опускание или дзян третье это движение кнаружи чу и движение вовнутрь обозначается символом жу вот функционирование всех внутренних органов каналов коллатерали функционирование энергетического циркуляции ци циркуляции крови циркуляцию жидкости таких начал как ин ян защитные питающие ци все это основывается на деятельности энергетического механизма зависит благополучие реализирующим беспрепятственное движение ци если возникает определенные проблемы в меридиане печени и в печени как в органе запускает нарушение энергетического механизма и первые проявления которые человек может ощущать это признаки лимфатического застоя в первую очередь в области грудной клетки вторым моментом речь идет о том что печень заветует беспрепятственным движением эмоциональной активности в данном случае психика разумевается как процесс который в движении если идет недостаточное движение ци или праны человек становится подавленным печальным плаксивым эмоционально холодным безразличным то есть возникает стаз только на уровне психической деятельности в то же время специалисты ТТМ говорят что избыточное движение цина будет проявляться возбудимость что касается стимуляции пищеварительной системы желчевыделения здесь я думаю объяснять подробно не нужно и заведование беспрепятственным движением с позицией функции желудочно-кишечного тракта связано в первую очередь с контролем со стороны печени через различные механизмы процессов пищеварения что касается участия печени в беспрепятствиях движения связанном с регуляцией поддержки обмена воды то современная наука в принципе говорит о том что в работе релинейного гиотензиноген системы ангиотензиноген который выделяется в печени фактически является спусковым фактором реализации работы всей этой системы вторая большая функция о которой говорится в ТКМ в отношении печени это то что печень хранит кровь мы сейчас не будем развивать этот момент в целом я хотел подчеркнуть тот факт что реабилитационных мероприятиях которые мы сейчас с вами будем разбирать так или иначе мы будем касаться факторов влияющих на благополучие печени пестование поддержание гармонизации печени будет важным правилом важным элементом в контроле синдрома застоя энергии карте интервала графические признаки этого состояния следующие если вы посмотрите спектральные характеристики ритма сердца то будучи уверенным в том что это капха конституция вы будете предполагать что наверное общая мощность спектра должна быть в диапазоне ну наверное выше 4000 миллисекунд в квадрате что характерно для людей с избыточным вагонизолярным тонусом но в случае застоя энергии у человека с капхаватой конституцией total power то есть один из главных показателей с которого нужно проводить анализ он никогда не будет превышать тысячу миллисекунд за редким исключением и больше будет тяготеть к параметрам на уровне 700 миллисекунд процентом соотношения спектра вы увидите что высокочастотный диапазон будет занимать доминирующую позицию более 50 процентов спектра будет составлять именно зеленая часть спектра которая соответствует HF что в переводе означает high frequency то есть высокочастотный диапазон дальше это очень низкочастотный диапазон very low frequency который будет составлять 35 процентов и низкочастотный диапазон который будет составлять в среднем около 15 процентов анализируя индексы гистограммы вы обратите внимание что средняя длительность сердечного цикла она будет типична для людей с кафоконституцией будет тяготеть в сторону увеличения длительности в сторону где-то 900 и 1100 миллисекунд модальное значение будет попадать в диапазон 925 950 миллисекунд индекс напряжения у таких людей не будет превышать как правило 200 условных единиц находясь где-то в радиусе этого значения амплитуда мода которая показывает степень мобилизации как правило не превышает 0.5 находясь в этом радиусе для чистых людей с кафоконституции это не характерно индекс напряжения должен быть в диапазоне меньше 60 амплитуда мода меньше 0.2 0.3 вариационный размах людей с кафоконституции как правило в классическом варианте он должен быть не менее 400 миллисекунд институции синдрома энергии вариационный размах адаптационных возможностей не превышает 120 миллисекунд индекс восстановления будет указывать на низкий уровень механизмов восстановления его значение будет центрироваться в радиусе 8 условных единиц индекс отражающий инь-янь баланс будет смещаться в сторону 350 условных единиц и показатель адекватности показывает тенденции которые возможностей существуют организма что касается интегральных индексов то здесь не будет патогномоничных то есть высоко вероятностных признаков на основании которых можно судить застой энергии в целом мы будем видеть депрессию то есть снижение индекса морфункционального состояния мы будем видеть невысокий уровень стресса вокруг 200 условных единиц мы будем видеть цену адаптации плавающих в пределах 50% и как правило диапазон баланса симпатической парасимпатической системы которая отражается в скорости биологического старения в диапазоне меньше двух условных единиц но главное на что нам нужно обратить внимание и визуально уже на основании этих критериев вы можете говорить о признаках застой энергии это является визуальный анализ кардиоинтраволазии трехбалльной системы по доктору Вассантладу при пальпации пульсовой волны если вы владеете этой методикой вы будете определять что должна быть здесь опечатка капха вата конституция примерно со следующим раскладом вата 2 балла пита 1 балл капха 3,5 балла то есть доминирование избыточное капха доши субдоминирование ваты и низкий уровень пита доши если вы будете проводить анализ с помощью педопульса в 10 балльной системе как правило будете наблюдать что капха доши должна располагаться в пределах 6 условных единиц вата 3 пита ниже полутора условных единиц но главным критерием который будет отражать склонность к застой энергии будет следующий обратите внимание что средняя длительность сердечного цикла которое отражено на кардиоинтервалограмме находится где-то в пределах 1100 миллисекунд вот при таком значении длительность сердечного цикла скатерограмма как правило имеет достаточно большой разброс но у людей за стоем энергии и блокировками энергии смещение скатерограммы в правый верхний по диагонали угол который отражает именно капхотенденцию не связано с расстроем а превращается в точку подобно вата конституции сочетание этих двух признаков пожалуй будет являться главными признаками которые на это указывают ну и как я вам говорил струнный пульс почему он струнный дело в том что капхоконституции если мы смотрим классический хамсагатти то есть характеристику пульса должны быть более высокоамплитудные колебательные движения но он становится более струнным за счет ватокомпонентом а при застое энергии фактически больше даже похоже на сарпогатти то есть движение пульса подобно кобре вот ключевые признаки на которые нужно обратить внимание при наценке этого состояния вкладка биоэнергетики будет всегда указывать на сниженный общий уровень энергетики диапазоне ниже 60% а органы которые будут выстреливать более 10% будут указывать как раз на те уязвимые места где максимально застой энергии проявляется теперь о реабилитации классически если мы говорим о том что печень лежит в основе инициации застой энергии то нужно применять и соответствующие методы воздействия на печень мы сейчас отложим подробное рассмотрение этого вопроса я лишь пробегусь по основным видам это гармонизация это восполнение это выведение или методы ПИН, методы БУ, методы СЕ которые имеют соответствующие варианты воздействия в нашем случае мы в первую очередь должны усиливать ЦИ печени с тем чтобы усиливать движение ЦИ в организме вообще как мы это будем делать начнем с диетотерапии общие признаки диетических рекомендаций для людей с кавхаватой конституцией синдромом застоя энергии будет заключаться в следующем первое нужно есть продукты которые двигают кровь мы очень подробно детально в течение двух часов на этом останавливались в предыдущей моей лекции поэтому посмотрите сейчас не будем на этом останавливаться в целом продукты двигающие кровь как правило обладает слегка горьковатым вкусом но поскольку у нас в отличии от застоя крови не капхапита а капхавата конституция то горького вкуса должно быть все-таки в небольшом количестве что горький вкус в него входят и первые элементы которые могут усиливать вата дошу но в рационе он должен присутствовать дальше полезно есть продукты которые прямо двигают энергию этим продуктом относятся продукты обладающие острым вкусом которые фактически усиливают питодош и усиливают вообще метаболизм в нашем организме и двигают энергию поэтому если сузить набор продуктов то идеально если это холодный синдром застоя продукты должны обладать горячей вирией горячей энергетикой либо теплой и острым вкусом если это горячий синдром застоя энергии то это могут быть нейтральные либо прохладная энергетика и острый вкус что это за продукты традиционно я приводил большие таблицы но вот в этой лекции решил сузиться до тех моментов которые можно прямо рекомендовать людям с тем чтобы не изменяя своего режима жизни они могли в принципе использовать эти простые рекомендации ну вот самая самая простая рекомендация китайские врачи рекомендуют при склонности к синдрому застоя энергии постоянно ежедневно принимать чай из цветов белого жасмина почему вода острый обратите внимание горьким вкусом будучи определенными маслянистыми и легкой гуной и острым випаком то есть эффектом после пищеварения слегка прохладной энергетики жасмин белый прекрасно уменьшает капху и вату и нейтрально действует на питу при этом если мы описываем китайский эквивалент эффектов действия то двигает энергию двигает энергию гармонизирует селезионку ликвидирует застой выводит сырость то есть мы подпадаем как раз я возвращаюсь на предыдущий слайд что есть продукты которые двигают энергию обладающей острым вкусом еще простая рекомендация которую можно людям давать часть цветов розы обладая прохладной энергетикой горьким острым вкусом и профиль впк не усиливающий ни одной из дож этот чай естественным образом если вы вводите его в постоянный рацион при этой конституции будет двигать энергию ликвидировать застой и таким образом профилактировать застой крови но при холодном синдроме застоя лучше всего идеальнее всего подходит цитрус бергамия это чай с бергамотом самое пожалуй доступное из трех видов чая который я привел обладая острыми теплыми качествами профиль у него обхавата минус пита плюс то есть как раз идеально подходящий под нашу конституцию указывается на то что он прекрасно двигает энергию и высушивает сырость при избытке обходов вы помните что бергамот это фактически гибрид который получен путем скрещивания померанца и цитрона если говорить еще об одном растении то китайские врачи очень часто говорят вам надо пить чай с мятой но здесь есть определенная определенная иллюзия в которую важно не войти дело в том что мята мяти рознь я вам привел сейчас четыре конституции четырех разных вид мяты которые показывают что определенные сорта мяты да действительно надо другие но с определенной осторожности вот классически мята болотная обладая острый вкусом сухими легкими качествами которые обратно капхи и острым випаком горячей энергетики прекрасно действует на капха и вату дошу уменьшая выраженность застоя а вот мята колосистая обладая уже теплой энергетикой и мята поливая которая тоже обладает теплой энергетикой она уже в меньшей степени уменьшает капху и вату то есть признаки застоя но зато более нейтрально действует напиток в большинстве же случаях когда речь идет о мяте люди подменяют ее мятой перечной которые в большей степени собственно говоря и доступны так вот мята перечи обладая острым горьким вкусом является прохладной и больше будет показано при застое крови но не при застое энергии кроме того при данном и конституции есть универсальное правило запомните его этим людям обхавата конституции идеально показаны цитрусовые продукты питания сейчас я их приведу традиционно на моих лекциях мы с вами разбираем конституцию которая недоступна в открытых источников я специально ее даю с тем чтобы вы формировали свою картотеку лекарственных растений знали их профиль и могли их использовать и так цитрус синензис или классический апельсин который продается в любом супермаркете смотрите он обладает одновременно острым и вторично сладким вкусом будучи теплым он прекрасно уменьшает вату капху слегка увеличивая питом китайцы говорят что он прекрасно двигает энергию поэтому один апельсин в день людям с капха ваттоконституции это прекрасная профилактика болезни блокировка куда проще казалось бы можно это рекомендовать вы помните что апельсин является гибридом мандарины и помело что касается помело цитрус максима цитрус грандис он обладает сладким но вторично кислым который доминирует вкусом свойствами и прохладно холодной энергетику китайцы говорят что он несмотря на это все равно двигает энергию и может использоваться у людей с блокировками предпочтительно в случае вторичных горячих синдромах вторично горячий синдром возникает тогда когда длительное время был застой это холодный синдром застой энергии но спустя какое-то время организм начинает рефлекторно увеличивать усиливать свой метаболизм с тем чтобы бороться как живая система с этим застоем и в этом случае может возникать второй этап развития синдрома застой энергии которая может обладать горячими свойствами с тенденцией к повышению питодоши вот помело для второй стадии этого синдрома вообще было бы идеально одним из самых эффективных цитрусовых при использовании в диетологии с синдромом застой энергии является цитрон в чистом виде это цитрус медика либо цитрон пальчатый его еще иногда называют рука Будды прекрасный очень тонкий тонизирующий чай за счет острых теплых свойств идеально подходит людям с обхаваток конституции потому что в первую очередь он двигает энергию печени вообще тон пальчатый или рука Будды это одно из известных лекарственных растений которые используются в диетологии для профилактики проблем гепатобилиарной системе связанной с застоем энергии печени из цитрусовых в дополнение это фортунела она у нас доступна только в элитных супермаркетах поэтому на ней подробно останавливаться не будем но можете для себя это отметить и грейпфрут грейпфрут за счет острых и горьких свойств он также способен двигать энергию и будет показан людям с синдромом застоя с некоторыми конечно особенностями итак вы поняли что большое количество цитрусовых продуктов питания для людей с капхаватой институцией будет прямой профилактикой той критической уязвимости которая у них есть и будет бороться с болезнями блокировки если продолжать этот список хотелось бы обратить ваше внимание еще на один лекарственный продукт питания это опиум гравиоленс который почему-то категорически переносить не могут люди которые едят мясо но обожают люди которые не едят это сельдерей пахучий обладая сладкими прохладными свойствами несмотря на это он обладает профилем капхавата минус питатус и хорошо тестует усмиряет печень и гармонизирует ее поэтому для любителей смузи из сельдерея при капхавата конституции это идеальный вариант такими же свойствами обладает укроп пахучий атоногравиоленс обратите внимание и сельдерей пахучий и укроп пахучий вообще все эфиры содержащие пахучие лекарственные растения если они подходят по расе и вирии идеально подходят людям с синдромом застоя крови обладая профилем вата капхаминус и не влияя на пик он прекрасно двигает энергию и обладает профилактирующими свойствами еще один продукт питания который очень легко включить в рацион если вы видите синдром застоя уже в клинической его манифестации просто порекомендуйте включить в рацион питания репчатый лук снижая вату нейтрально влияя на капху и слегка увеличивая пит обладая острой теплой энергетики китайцы рекомендуют одну луковицу людям синдромом застоя энергии в день съедать для того чтобы профилактировать те нехорошие последствия в виде онкологии которые этот синдром несет из продуктов питания еще идеальным является классическая наша редька посевная несмотря на то что она обладает прохладными качествами и с позиции китайской аюрведической здесь есть некоторое разночтение поэтому я привел профиль китайский профиль аюрведический аюрведа говорит что она обладает горячей энергетиками острым вкусом и острым послевкусием поэтому ее профиль капхавата минус что идеально подходит для ликвидации застоя энергии и профилактики проблем с застоем такими же свойствами обладает ананас фрукт который многие любят мало кто знает что это прекрасный фрукт который также способствует пищеварению и ликвидирует застои известный в нашем нашей стране китаист доктор зайцев рекомендует чай который называется 8 драгоценностей двигающей энергию в принципе этот чай можно сделать китае кожура мандарина используется в качестве лекарственных компонентов смеси потому что считается что она лучше всех цитрусовых прямом их использование способствует ликвидации застоя энергии поэтому используем кожуру мандарина используем цветы жасмина о которых мы говорили кунг ват о котором мы говорили бутоны розы кости лиджи боярышник листья мяты мяту соответствующую лучше болотную и зеленый чай таким образом получаем уникальный чай который на самом деле в Китае продается уже в готовом виде для этого типа конституции с тем чтобы естественным образом профилактировать у себя состояние теперь поговорим о фитотерапии синдрома застой энергии давайте дадим некую общую характеристику лекарственных растений которые мы будем использовать у людей с капхаватоконституции которые склонны к синдрому застой энергии первое энергетика может быть посмотрите чаще теплая или нейтральная реже прохладная и вот при холодном синдроме это классическое начальное этапе развития синдрома застой энергии мы можем использовать острые теплые растения такие как фенхель мы уже об этом говорили в сочетании допустим с корицей и имбирем а при горячем синдроме когда идет вторичный рост ян когда организм пытается этот застой своими силами если человек ему не помогает ликвидировать можно использовать острые прохладные растения да володушка шлемник гордени и так далее если говорить о вкусах то еще раз подчеркнем что предпочтительно острый горький вкус и идеально с большим количеством эфирных масел то есть растения должны быть ароматные они будут хорошо двигать энергию вот такая формула общая формула растений есть но теперь самое сложное и так исходом финальным исходом всех синдромов блокиров в конечном итоге является нехороший процесс под названием опухоли фактически китайцы говорят что опухоль это ярко выраженный застой энергии современная медицина говорит о том что опухоль фактически представляет из себя очень трудно излечимые заболевания которые характеризуются несколькими признаками первое это автономные то есть независимые от системных процессов в организме беспорядочные то есть ничем не регулируемые деления определенных клеток которые не достигая зрелости то есть останавливаясь в юном состоянии фактически начинают не дифференцируясь не приобретая черты зрелости и функции зрелых клеток которые они должны выполнять а остальные оставляясь такими вот фактически вне системными игрока от организма начинает растать в ткани органа образуя определенные клеточные тяжи они фактически нарушают питание обмен веществ у здоровых клеток но что происходит дальше а дальше если это возникло в единичном варианте они начинают попадать в лимфу и там есть форпост лимфоузла который должен эту клеточку поймать и убить если это не происходит то стоком лимфы они разносятся в различные участки тела и образуют вторичные очаги опухолевого роста которые называются метастаза классические симптомы любого опухолевого заболевания это потеря массы тела человек сгорает буквально на глазах это внимание увеличение лимфатических узлов ну естественно больно более поздних стадий всегда есть отягощенное наследство обращайте на это внимание ну а теперь несколько небольшой экструс фитофармакологию которую можно использовать для профилактики внимание мы сейчас не будем говорить о лечении дело в том что это очень сложные очень сложные заболевания и я настойчиво вам рекомендую если вам пациенты такие попадаются курировать это обязательно совместно с онкологом не брать на себя кармические обязательства а лишь соучаствовать в этом процессе помогая справиться оздоравливающими методами у меня был определенный диалог с некоторыми врачами о том что они заявляли что фитотерапия вообще неэффективна при опухолевых заболеваниях после того как я привел некоторые аргументы расположенные на этом слайде они поменяли свою точку зрения посмотрите из клубни луковиц безвременника блестящего и безвременника великолепного фармакологами выделено два активных алкалоида мы сейчас разбираем несколько групп растительных препаратов которые высокоэффективны при анкологии первая группа содержащая алкалоиды в частности алкалоид колхамин и колхицин так вот эти растительные алкалоиды в небольшой концентрации высокоэффективно подавляют рост опухолевой ткани на сегодняшний момент существуют фармакологические препараты причем когда я назвал эти препараты колхамин и колхицин они сказали но это ведь химические препараты я сказал нет друзья это безвременник блестящий в чистом виде так вот допустим 0,5% колхаминовая мазь хорошо лечит используется при лечении рака кожи бородавок вирусной этиологии рака пищевода или допустим карантус розовый из него выделено два алкалоида это винбластин и винкристин если вы эти два названия скажете простому врачу он скажет это классические препараты при лечении рака крови действительно первый из них под названием розервин при введении внутривенно прекрасно лечит лимфогрануломатоз гематосаркому миеломную болезнь а второй используется при внимании терапии острого лейкоза нейробластомы рака молочной железы и меланомы то есть представляете растительные экстракты высокоэффективны то есть я говорю о том что фитотерапия давно используется при лечении онкологических заболеваний но делать это должен профессионал поэтому я лишь даю вам определенную теорию и мы с вами говорим о способах профилактики этих состояний из растений которые содержат алкалоиды посмотрите всем известны чистотел большой в скобочках его алкалоид и другие лекарственные препараты которые прекрасно подавляют метозы размножения опухолевых клеток и могут быть использованы в качестве сопутствующей терапии у онкологических пациентов еще одна группа растений которая обладает хорошей противораковой активностью это растения содержащие лактоны в частности самым известным из этой группы растений является подофил щитовидный либо подофил гималайский он содержит лактон который называют подофилин и этот лактон является метозным ядом слово метоз это обозначает определенную фазу клеточного цикла который фактически блокирует развитие опухолевой клетки в этой фазе таким образом не способствует опухолевой прогрессии используют специальные препараты и подофилин в основном используют за рубежом у нас он слабо распространен но есть доказанные клинические эффекты по рассасыванию и доброкачественных опухолей и предотвращению рецидивов и рецидивов после оперативного вмешательства при раке молочной железы при миелоидной ликемии и других заболеваниях но дело в том что лактон лактону рознь и если лактон не содержит определенные молекулы типа лактонного кольца и так далее то он может не обладать выраженной противоопухолевой активностью но может обладать выраженным иммуномодулирующим эффектом и лактоны называют лигнаны и вот все что ниже подофила в виде леутрокока колючего лимонника китайского можжевельница лиственницы пихты кунжута индийского посмотрите шалфея обыкновенного то есть известные лекарственные растения и продукты питания можно использовать в качестве прекрасного иммуно тонизирующих лекарственных растений которые будут настраивать иммунную систему для борьбы с онкологией в плане иммунологического надзора следующая группа препаратов относится к семейству тыквенных это известные лекарственные препараты но они очень и очень ядовиты они содержат очень ядовитные стероидные соединения которые находятся в виде водорастворимых гликозидов поэтому они имеют очень горький вкус просто колоссально горький вкус дело в том что алкалоиды лактоны гликозиды за счет своей горечи когда они попадают в лимфатическое русло они стимулируют к сокращению гладкие миоциты лимфангиом для того чтобы уменьшать стазис который возникает при болезнях блокировки один из известных их эффектов растениям семейства тыквенных используем при онкологии допустим используют как правило обращают внимание на лекарственные растения такие как торлянка обычная бешеный огурец либо переступень но они нашли мало применения благодаря тому что очень высоко токсичны хотя являются классическими цитостатиками по эффективности не уступающими химическим фитопрепаратам и фенольные соединения еще одна группа препаратов которые обладают фенольным соединениям относятся такие известные вам компоненты лекарственных растений как флавоноиды дубильные вещества сантоны фенолгликозиды и так далее они обладают очень выраженной антиоксидантной активностью уменьшая действия ну назовем это в кавычках опухолевого стресса то есть тех метаболических изменений которые возникают при опухолевой трансформации опухолевом росте способны дополнительно при использовании уменьшать степень интоксикации в том числе за счет мембранопротекторной активности и прямого антитоксического эффекта поэтому могут быть использованы в том числе у пациентов при лучевой химиотерапии и так далее это эхиноцея бледная это пижма это грецкий орех это падан и так далее следующая таблица которую я для вас приготовил она основана создана при компиляции нескольких источников из российских конгрессов по фитотерапии и в качестве бонуса все слушатели этой лекции получат раздатку мои помощники Нина Шевчук она затем вышлет вам специальный файл где вот эти таблицы будут у вас расписаны дело в том что в профилактических целях людям с капхаватоконституцией застоем энергии помимо диетологических рекомендаций и определенных иммунологических рекомендаций очень важно рекомендовать топическое лекарственное растение которое обладает тропностью к определенным органам и тканям сейчас мы об этом поговорим но перед этим посмотрите я сделал таблицу которая собирает лекарственные растения используемые онкологами либо для профилактических целей среди них есть и продукты питания лук чавель цветла и лекарственные растения такие как подорожник чеснок одуванчик прямой противораковой активностью чистотел подофил мы о нем же говорили амела белая и так далее а также лекарственные растения которые желательно использовать при проведении лучевой терапии алоэ облепиха зверобои химиотерапии пижма полынь солянка при оперативном лечении опухолевый тысячелистник кипрей дурнишник окопник норичник известные лекарственные растения которые входят в состав противоопухолевых сборов и есть хорошее лекарственное растение которое обладает прямой антиметастатической активностью такая как будра чага синюха сабельник и так далее как я уже сказал лекарственное растение обладает определенной тропностью к той или иной ткани я не буду подробно останавливаться на этих таблицах вы получите эту раздатку но в профилактических целях если допустим анамнез отягощен и у по женской или по мужской линии были определенные проблемы в том или ином органе можно с профилактической целью эти лекарственные растения назначать причем я сделал для вас специально таблицу не просто в виде растений а в виде фитопрепаратов которые продаются в любой аптеке посмотрите на третий столбец и в принципе можно в комплексной терапии их назначать внимательно изучите почитайте описание этих препаратов я уверен что вы очень сильно вооружитесь но допустим давайте возьмем опухоли женских половых органов традиционно используют такие лекарственные растения как крушина бедрец мята полынь подофилок болиголов норищник многие из них ядовитые вот есть фактически готовые фитопрепараты в виде настоек которые можно в аптеках приобретать для того чтобы профилактировать либо рекомендовать людям для комплексного повторяю терапии вместе с онкологом если говорить о профилактических целях при капхаватоконституции людей за стоем энергии то я бы остановился на сборе который рекомендует наш знаменитый фитотерапевт профессор Корсун возглавляющий кафедру фитотерапии в Москве в частности он говорит что для профилактики иммунодефицита у людей с отягощенностью онкологии можно использовать следующий фитосбор это радиола розовая известный нам адаптоген или утрокок колючий мы уже знаем почему исходя из его компонентов шиповник эхиноцея левзея и подорожник курсы можно делать двухнедельные желательно на растущей луне в виде термоса и маленькими порциями в течение дня потреблять этот замечательный напиток для того чтобы делать профилактику в Китае в качестве профилактики синдрома застоя крови используется фитопрепарат который имеет многоточелетнюю историю он называется Сяо Яо Вань фактически его перевод сходится потому что он обеспечивает беспрепятственное движение энергии цит такой сложный перевод я разложил этот препарат на составляющие элементы вы его можете сделать сами если у вас есть эти компоненты смотрите сложного нет это дудник китайский известный препарат это пион это володушка трактилодес поря салотка и мята в определенном процентном доле если вы сможете составить фактически вы коксируете очень знаменитый китайский препарат который используется в данном профессиональном тексте почему именно эти лекарственные растения используются в этом препарате так же как в тибетской практике юридической заимствии лекарственных фитосбор можно разложить на воина царя царицу проводника так же и китайцы раскладывают фитосбор только они называют эти лекарственные растения по другому в частности они называют их правитель сановник помощник и посланник и вот в этих пилюлях правителем являются корни володушки потому что они прямо действуют на энергетику двигаются и печени и ликвидируют застой но володушка ниже смотрите она же является и посланником потому что обладает уникальным свойствами проводит лекарственные вещества в канал печени в 12 канал которым будет посвящен у нас вебинар в декабре его будет читать наш эксперт Кассин Сревич Дальше сановниками являются корни пиона корни дудника которые обладая определенными свойствами пестуют кровь смягчает печень пестует печень и своим ароматом двигаются помощниками являются астрагдилодос и склеродси пории в частности они хорошо питаются селезенкой и сопутствующих органов поддерживают образование крови что касается аюрведического аналога который можно использовать у людей с капхаваток конституции и склонностью к синдромам застоя крови я настоятельно рекомендую препарат который сертифицирован на территории России этот препарат называется лимфокар его импортирует компания Трада и главным боевой единицей этого лекарственного препарата по-настоящему серьезного лекарственного препарата является растение которое называется булгиния пестрая о арабском мирте о гималайском мумии мы с вами говорили на прошлом вебинаре я подробно останавливался на этих растениях потому что они обладают прекрасным профилактирующим действием для людей с синдромом застоя крови смотрите индийский крыжовник балерический миробалан и миробалан хибула это классическая формула трифалы которая необходима для очищения дальше идет целый набор лекарственных растений обладающих острым вкусом что необходимо нам для данного типа конституции и кальций содержащие лекарственные растения которые могут кальцифицировать определенные области зоны ткани обладающие склонностью к метаплазии вот за счет содержания булгинии пестрой этот лекарственный препарат сейчас мы подробнее на ней остановимся обладает уникальным противоопухолевым действием особенно если речь идет о кистозных опухолях потому что булгиния пестрой которая на санскрите называется канчанар она обладает уникальной пропхавой то есть уникальное действие это уникальное действие связанное с тем что она прекрасно лечит все кисты в том числе связанные с лимфатической системой потому что очень часто кистозная метаплазия она своим истоком морфологически может иметь как раз лимфатический стаз лимфатическую блокировку и кистозная сумка формируется в результате вот такого лимфатического стаза обладая прекрасно уменьшает капха дошу усиливает вата дошу в данном случае может быть не будет столь критично и обладает прекрасным противоопухолевым свойством рекомендую что касается ароматерапии есть прекрасное аромамасло используя модуль ароматерапии оно будет выходить это муста на санскрите или по-русски это сыть круглая она очень эффективна это эфирное масло особенно при использовании у женщин с онкологией репродуктивных органов и теперь несколько слов о волшебных точках которые можно использовать нужно уметь учиться и владеть этим искусством для того чтобы восстанавливать циркуляцию ци посмотрите первая точка которая прям так и называется важный энергетический пункт вспоминайте когда мы немножко разбирали с вами строение лимфатической системы я обратил ваше внимание что лимфооток от нижних конечностей и органов маловаток зайдет через паховые лимфоузлы так вот расположение точки Е30 цичун или важный энергетический пункт фактически совпадает с паховой складкой и она прекрасно двигает энергию является важной точкой которая в принципе регулирует энергетические потоки в организме при этом помимо джиндзютерапии если вы владеете можно просто использовать либо акупрессуру либо использовать КВЧ-терапию вообще КВЧ-терапия в данном случае для профилактики будет в выраженной степени показана при использовании на всех точках следующая точка называется важные ворота это ворота раскрывающие активизирующие гармонизирующие тройной обогреватель таким образом шокуляция энергии особенно в эпидеминых органах посмотрите обратно расположение на паховой складке прекрасно при этом можно использовать КВЧ-терапию выставляя модулятор КВЧ прямо на эту точку следующая точка это точка печени Ганьшу которая прямо двигает энергию печени хорошо ее пестует расположена она около отростка девятого грудного позвонка паравертебрально дуальная точка с тем чтобы ее можно включать в рецепт если вы используете в том числе и массажные процедуры обязательно акупрессуры по ней проходите с тем чтобы стимулировать печень следующая точка это Джаньмэн фактически точка расположена прямо на канале печени и переводится как ворота к лечению преград на пути циркуляции энергии точка которая снимает блокировки поэтому она помогает движению энергии со стороны печени хорошо гармонизирует энергию кровь также можно использовать квч терапию вместо кровавых методов если вы в аутентичном варианте не владеете методом джензиотерапии и последняя точка это центр грудины даньчун это точка здесь на срединном меридиане она прекрасно стимулирует органы иммунопояса в частности в проекции тимуса и может использоваться в качестве пособника для стимуляции иммунной системы поэтому рекомендую тем кто еще не работает с модулем рефлексотерапии присмотреться к этому уникальному модулю потому что обладая фактически обучающим материалом этот модуль после проведения обследования на ведопульсе позволяет сформировать уникальный персонифицированный рецепт и используя этот рецепт не только кровавыми методами иголки но и с помощью физиотерапевтических процедур в частности КВЧ-терапии усиливать воздействие особенно при этом синдроме есть классические рецепты для ликвидации застоя в печени которые приводятся в трактатах в частности мы сейчас с вами поговорим вот о этом рецепте рецепт из трактата по практической рецептуре иглоукалывания и прижигания где используются пять точек это точка Таньчжунь это точка Нэггуань Кайчунь Сюаньцзи и Фэньлун это тоже будет у вас в раздатке вы сможете это использовать рекомендую остановиться на методе КВЧ пунктуры по этим точкам для повторяю ликвидации застоя печени и еще один рецепт я вам тоже дам это рецепт который можно использовать чуть после спустя некоторое время предыдущего рецепта рецепт двигающей цепи печени он использует тоже несколько точек которые двигаются и печени и прекрасно справляются с ликвидацией застоя если вы посмотрите проекцию всех этих точек они как правило расположены в проекции лимфатических коллатералей стимулируя лимфангионы и уменьшая тот застой который фактически свойственен этой конституции параллельно с этим специально для специалистов которые работают с КВЧ пунктурой мы разработали модуль КВЧ он обладает большей тропностью в отличие от зензиотерапии как раз к лимфатическим коллатералям рецептура его немножко иная и он более точно будет попадать при выборе капхаватоконституции и синдромах застоя крови в качестве персонификации воздействия у этих людей методы физиотерапии не останавливаются только на КВЧ пунктуре дополнительно к этому можно использовать и светодиодную терапию для того чтобы стимулировать лимфаток уменьшать застой по определенным зонам которые персонифицируются в зависимости от текущего функционального состояния кроме этого для людей которые используют массажные процедуры у лиц с капхаватоконституцией и склонностью к застою крови рекомендуется две точки это точки расположенные на канале печени F2 и F3 точки здесь они у вас приведены массивными движениями до терпимой боли можно фактически очень эффективно воздействовать на канал печени профилактируя проблемы связанные с циркуляцией энергии в дополнение к этому можно использовать модуль массажа по рецепту связанному с проблемами с печеньем при определенном типе конспекции функциональной состоянии программа выдаст вам уникальный рецепт где главным воздействием конечно будет являться зона печени в данном случае вы видите и даже если просто моно воздействие на зону печени будет обладать хорошим профилактическим эффектом у людей с этим типом конституции давайте подведем итог итак в лечении профилактики застой энергии мы будем использовать следующие правила первое модуль диета терапии питания по капхаватоконституции причем акцент людям в разговоре будем делать больше на цитрусовых сельдереи лук то есть таких простых рекомендациях которые не меняют сильно диетические предпочтения но путем введения этих продуктов питания хорошо могут коррегировать и профилактировать состояние дальше периодически хотя бы два лучше четыре раза в год людям с склонностью к застой энергии нужно делать обязательную иммунопрофилактику плюс назначать топическое лекарственное растение которое вы узнаете путем анамнеза исходя из того какие опухолевые проблемы были у пожилых родственников в роду это лекарственное растение дополнительно в этот фитосбор заносите в качестве готовых фитосборов я вам рекомендую прекрасный препарат лимфокар либо сяу яу ваня они доступны в том числе у нас в России ароматерапия на рабочем месте вы рекомендуете либо виде аромакулонов сыть точки о которых мы уже сказали особый акцент на кавыче пунктуре этих точек используя масляные процедуры и массажные процедуры уделяйте внимание зоне печени а также определенным точкам на канале печени для профилактики застоя и обязательно рекомендуйте этим людям дыхательные практики капхавата тип это функциональный тип которым вот пранаяма и цигун просто показаны по жизненной необходимости как я уже сказал за счет диафрагмального движения при дыхательных практиках естественным образом пассивным механизмом вы будете улучшать лимфоток и ликвидировать застой плюс сама по себе дыхательная практика очень эффективно энергизирует организм и препятствует развитию низкой энергетики и застоя и вот в качестве бонуса для слушателей этой лекции мы вам сделали небольшой подарок в частности если вы решите использовать в качестве пособия при дыхательных практиках у своих пациентов тренажер Фролова решите его приобрести в компании то мы сделаем консультацию ученика профессора Бутейко и книжку этого ученика в качестве подарка если вы решите научиться работать с этим с этой уникальной методикой этим учеником является наш эксперт и Сергей Накифович который проведет вам персональную консультацию и расскажет о тех наработках по дыхательной практике которые можно использовать у этих людей с застоем энергии давайте посмотрим какие у вас возникли вопросы Дмитрий спрашивает ВЧ терапии ее механизмы да действительно чуть позже я в своей лекции остановился на КВЧ терапии и миллиметровый диапазон который вы можете использовать либо 9,5 либо 4,5 без разницы можно даже широкополосным КВЧ датчиками хорошо тонизирует гладкие миоциты если эти датчики ставить в проекции лимфатических коллатералей даже вне зон воздействия биологически активных точек но если точка совпадает с лимфатической коллатералью то это воздействие в несколько раз потенциируется мы можем предполагать нету доказанного эффекта можем предполагать что миллиметровый диапазон КВЧ стимулирует тонизирует мембранные потенциалы гладких миоцитов таким образом способствует более эффективной их работой в рамках лимфатической циркуляции Галина спрашивает частая зевота тоже может говорить о недостатке ЦИ да Галина это классический симптом который может говорить о низком уровне энергии таким образом человек пытается компенсировать но это у других типов конституции а у этого типа конституции частая зевота может прямо указывать на способность на желание рефлекторно активизировать энергетический механизм Юлия спрашивает по КАПХ ПИТА был вебинар да вебинар уже был сейчас коллеги из тех поддержки вам скинут прямую ссылку посмотрите он еще за собой сложную прияду заболеваний но как правило может быть вторичным после застой энергии коллеги благодарю вас за участие в вебинаре за ваши интересные вопросы надеюсь вы обогатили свои знания вы сможете визуализировать эту патологию относиться к ней серьезно я вам дал инструменты профилактики которые можно использовать с тем чтобы не довести ситуацию уже до серьезной проблемы успехов вам и до встречи в эфире на наших вебинарах всего доброго